Несмотря на бесконечные метели, коммунальные службы не теряют бдительности. От белого налета город ежедневно расчищают 23 единицы техники. Благодаря своевременной уборке, общественный и частный транспорт может работать бесперебойно. Активно применяются и противогололедные материалы. Их заготовили с лихвой – более 12 тонн. Ежедневно убирается дворовая территория, очищаются от снега, подходы к подъездам, пешеходные дорожки, посыпаются песчаной соляной смесью. Хватает техники, хватает дворников, которые проводят эту работу. Автолюбителям стоит быть на чеку. Из-за обильных осадков видимость максимально затрудняется. Особую опасность представляют спуски и подъемы, а также продуваемые участки. Напоминание и для пешеходов. Переходить дорогу нужно только в установленных для этого местах. Не лишними будут и светоотражающие элементы на одежде. Следует отказаться от совершения резких маневров и торможений, особенно вблизи пешеходных переходов и на закруглениях дорог. Выбирать наиболее безопасный скоростной режим. Обязательно пристегиваться всем в автомобиле. Пешеходам важно понимать, что на скользкой дороге при применении торможения автомобиль может уйти в неуправляемый занос. За мнимой красотой белоснежного покрывала скрывается еще одна опасность – холод. Чтобы не допустить случаев обморожения, стоит соблюдать некоторые правила. Выбирать специальную обувь на плоской шипованной подошве. Обязательно носить шапки, шарфы и перчатки. Максимально утепляться и не находиться на морозе продолжительное время. Прогнозируйте, сколько вы будете проводить на улице. Если будете долго, то желательно покушать хорошо, плотно, может быть, жирной какой-то пищей, попить чая и после этого выходить. Если вы на улице оказались и чувствуете, что вы подмерзаете, то лучше зайдите куда-нибудь в помещение. Это может быть магазин, кафе, где можно выпить горячего чая или кофе, согреться и потом выйти. Безопасность превыше всего. В холода стоит быть максимально осторожными не только на улице, но и дома. Особое внимание – тепло в жилых помещениях. Любителям обогревателей стоит соблюдать несколько правил. Не использовать кустарные девайсы. Кроме того, категорически запрещено сушить на них вещи и держать вблизи мебели и занавесок. Покидая дом, выключать устройство из розетки. Жителям частных домов, которые используют печное отопление, напомним, основные правила. Должен быть прибит притопочный лист, топить печь необходимо обязательно закрытыми дверцами, не использовать легко воспламеняющуюся жидкость. При этом минус за окном – не повод спрятаться дома. Сотни бобруйчан прогуливаются по городу и наслаждаются блестящими пейзажами. Если позаботиться о комфорте, то променад принесет удовольствие и положительные эмоции. Всегда радует, когда снег. Обычно слякоть она мешает, и ноги мокнут, и настроение плохое. А сейчас вот снег покрыл, все, бело, красиво. Конечно, нравится, чем оттепель, чем вода, грязь. А это же отличная погода. Всегда зимой крещенские морозы бывают и рождественские. Неожиданно низкий градус не смог застать врасплох. Бобруйск стабильно готов и к жаре, и к холоду. У природы нет плохой погоды. В такие дни остается лишь посильнее утеплиться, насладиться кристально-белыми пейзажами и готовиться к предстоящим праздникам. Юлия Вернер, Дмитрий Шевцов, Станислав Чичерин. Итоги недели.